всем привет продолжаю заниматься земку луникой купчиха я ее получила по почте от фирмы русский огород обзор на распаковку этой посылки ссылку на видео я оставлю в инфобоксе кому вот интересно можно зайти будет посмотреть и сегодня же и распаковала и сейчас сразу же я ее хочу пересадить уже в отдельные емкости в свою землю вытащила я из рассадных стаканчиков сейчас покажу она пришла вот в таких стаканчиках рассадных я их я рассаду вытащила вот такие у нее корешки всю листву которая внешне была уже испорчена или надломлена конечно я все срезала но если лист чистый хороший я его оставляю землю я торф сильно не встряхивала с корней дабы не повредить их поэтому что торф если сам отвалился то отвалился вот здесь тоже все по срезала все плохие листики заломанные ну в общем сложности корни и принципе неплохие они светленькие белые черных нет но вот как и при распаковке было несколько саженцев которые я вам уже говорила что не вызывают доверие вот так они есть и в корневой системе видите сердечко конечно есть она живое но корни оставляют желать лучше лучшего просто это что-то непонятное сама рассада очень легкая невесомая не знаю но все живое здесь по крайней мере есть но это еще лучше самый вообще плохой на мой взгляд это вот этот вот потому что ну не знаю не знаю что здесь выживет или нет вот так а все остальные вот из 10 3 которые у меня под сомнением что они возможно и не приживутся так освободил от стаканчиков вот все 10 корней у меня здесь теперь что я сделаю дабы не занести никакую заразу к себе на всю рассаду потому что у меня рассада выращивается на подоконнике и там же будет стоять вот это земклуника чтобы ничем не заразить свои растения я развела значит на 5 литров воды я беру пол чайной ложки медного купороса это на 5 литров и полторы столовых ложки каменной соли растворила все это перемешала хорошо ну так как вода чуть теплая она быстро все здесь растворяется поэтому только из-за этого я беру теплую воду и как я уже сказала землю то я особо не отряхивала потому что боюсь повредить корни и беру вот так и просто все это все саженцы я закидываю сюда не на 10 кустов этого объема достаточно чтобы погрузить их в воду вот так и оставляю это все на 10 минут массе пересадки буду использовать вот такие кашпо обязательно с дренажным отверстием по воде померила сюда входит 700 миллилитров воды землю приготовила свою приготовленная с осени но единственное что я вот побоялась земля все-таки моя тяжеловато поэтому я дополнительно именно сюда в эти кашпо для посадки земку ники добавила еще орехнина то чтобы земля более по воздушнее было боюсь эти саженцы и пролила накануне ну то есть вчера вечером обычно я проливаю фитоспорином но у меня его разведенного не было поэтому я пролила байкалом прошло 10-15 минут корни отмокли вот так это теперь все выглядит этот поддон где был торф покупной я его убрала это у меня уже чистые берем кашпо беру высыпаю лишнюю землю я ничего нового здесь не придумываю я сейчас в кашпо высаживаю саженцы так как я бы это сделала для открытого грунта поэтому вот так берем саженец вот и все корни вот так это выглядит я сейчас вот которые совсем выбиваются из кучи вот так я обрежу совсем слегка можно так сказать подровняем вот высаживаю конечно же расправляю корешки они у меня четко смотрят вниз чтобы корни не загибались на вверх если много земли нужно будет отсыпать у меня я примерила все хорошо и засыпаю землю вымачиваю я саженцы в медном купоросе растворе соли это для того чтобы избежать грибковых заболеваний потому что наверное на 90 95 процентов я думаю что вся присланная вообще рассада она уже с грибком потому что пока она дойдет может образоваться и плесень все что хотите конечно же сердечко я не засыпаю она находится на уровне земли потом когда это сейчас все пролью земля опустится я подсыплю если сердечко тоже уйдет вниз просто надо будет его приподнять и все в общем вот эту часть нужно и не заглубить и не оставить шейку открытой вот так и сейчас я это буду делать со всеми саженцами сейчас еще на одном покажу такие корешки и сейчас вот из общей массы я вот так подрежу любом случае я подрезаю потому что кашпо не настолько большое чтобы корни вот эта вся борода она смотрела вниз было направлено вниз поэтому проще отрезать вот этот излишек и хорошо расправить корни ничего страшного они нарастут примеряю многовато нужно отсыпать землю все это за верхушечку придерживая засыпаю вот здесь стволика чуть-чуть приминаю чтобы зафиксировать чтобы не болтался саженец вот так итак саженцы я рассадила полила раствором гумата калия чтобы получше прижились корешки и сверху также обработала по листву из можно так сказать это раствор и пина чтобы снять стресс и растение пошло в рост в обязательном порядке сейчас все эти кашпо я выставлю под лампы на многих саженцах такая ситуация что корни есть а листвы нет поэтому в обязательном порядке должна нарасти зеленая масса без нее тоже никуда поэтому под лампами только под лампами они у меня будут стоять пока я ничем не буду подкармливать буду проливать гуматом калия чтобы они все-таки закрепились уже в этих кашпо а уже в дальнейшем через недельку через 2 я подкормлю жидким биогумусом здесь у меня супер концентрат еще хочу сказать что это видео не пособие знаете из тем таких что сделать так и все у тебя получится все будет супер я так делаю так в принципе неплохо все получается поэтому здесь каждый волен сам выбирать как ему поступать вот с такими саженцами допустим как у меня все что хотела я вам сегодня показала у меня на этом всем а я вам желаю всего самого хорошего и всем пока